Всем привет, приходите вечером, пооткрываем гачу. Немножко по обновлениям, ивенты, ничего особенного. Также продолжается вот этот бонус, который будет до 6 числа. Он вообще будет 20, но активировать его возможно только до 6 числа. Карта, пел агатя, он 100% рандомная. Давайте переходим к обновлениям. Добавлены редкие временные коллекции. Обновлены коллекции ивентовых книг об истории. Корректированы области, в которых можно перемещаться с помощью системы мести. Очень интересно. Дальше ивенты. Это как катакомбы отступников, поход в одиночку, война кланов, победа, ничья, поражение. Дополнительный трофей, в котором будет реликвия энергии, зелье пробуждения среднего качества. Дальше групповые подземелья. Два раза больше таинственных сундуков босса. Мировые боссы, два раза больше наград. Писемка утром и вечером. Виталка, расходка. Переходим в игру. Сразу в донат. Продолжается смена класса в рапиру. Дальше вот такая вот гача. Покупаем ключ. И открываем такие вот награды. Это как 200 алмазов. 7 карт высшего. Переходим в рекомендации. Видим вот такой пак алмазы. В размере 1-2 штучек. 7 раз. Плассовенная святая вода. НХСА. 25 штучек. С артефактами. Пак зареал. Очень много артефактов. Можно поиметь синие артефакты. Неплохо. Также 100% артефакты. Правда рандомно все. Реликвия энергии. Дальше вот такой пак. 30 штучек. Раз в месяц. Уже зареал. Алмазы. Карты высшего на выбор. 3 штучки. По 11 раз. Реликвия. Дальше немножко побольше алмазов. Тут уже карты мастера. 6 раз. И нет на выбор карт. Карты класса высшего. Знак создания. За который можем создать. Карту артефакта. Блассовенная святая вода. Также карты мастера. В самих паках. Карты мастера 11 раз. Карты высшего. Кристаллы души мастера. Карты артефакта. Ордена. Кристаллы. Знаки поручения. Реликвия. Зелья пробуждения. Высокого качества. Переходим к обычным пакам. Рецепт ремесленника. Трехэтапные паки. Скупаем все паки. Получаем дополнительно. Карту мастера на выбор. Серега дракона. Земли. Ветра огня. Карты мастера 11 раз. Высшего 6 раз. По 11 раз. Ордена. Знаки. Очень неплохо. Зелья пробуждения. Дальше у нас появляется компас. Знаки пентакля. Поимейтесь ее с днем. Промоушен еще не успели создать. И свитки тоже. Промоушен. На мифические книги. Книги наследника. Может взяли восстановление 10%. Шанс двойного урона 3%. Сопротивление двойному урону 3%. Абсолютное уклонение 1%. Абсолютная точность 3%. Игнорирование сопротивления урона 3%. Дальше увеличивает шанс блокирования умений. Увеличивает шанс блокирования урона. В этот раз у нас промоушен на оружие. Можем попытать удачу оружие династии. Т2 фиол. Пушки. Ну и Т1 тоже. Также вот свитки освещения есть. Которые нельзя продать. Но попытаться с шансом 20% скрафтить. И неудачи 39 компасов возвращаются. Ну такой фиол. Цвиточек. Фиол пушечку вставить. И в фарме думаю. Должен нормально давать урон по области. Также красные. Тоже шанс 20%. В целом. Все. Пиши свои комментарии. Задавай вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok